КОРОЛЕВА СЕРДЕНЦИ Автор сценария – Умберто Кико Оливьери, Марко Тулио Сакорро. КОРОЛЕВА СЕРДЕНЦИ Продюсер – Эрнандо Фария. Режиссер – Тони Родригес. Режиссер – Тони Родригес. Режиссер – Телохранители, которых приставил к тебе Херман, знают, что ты пошла ко мне? Нет, я сбежала от них. Ты так взволнована, Марлен, что случилось? Сама того не желая, я стала думать о том, что ты рассказала мне про Хермана. Я стала рыться в его вещах, не зная, что ищу, и нашла нечто такое, отчего у меня все похолодело внутри. Что это было, Марлен? Что ты нашла? Ты не поверишь. Боюсь, я сошла с ума. Не надо, не надо, успокойся. Скажи, что ты нашла? Сантьяго. Среди вещей Хермана я обнаружила фотографии своих родных. Я обнаружила письма и предметы, которые исчезли после трагедии. Что? Я ничего не понимаю. Я не понимаю, откуда у Хермана эти вещи. Зачем они ему? А самое страшное, я не понимаю, почему он держит это в тайне. Почему он никогда ничего мне об этом не говорил. Херман скрывает от тебя гораздо большее, чем ты думаешь. Херман скрыл от меня очень серьезные вещи. Он позволил мне отобрать у тебя твою компанию. И подстрекал меня к мести, прекрасно зная, что вы с Катей искали меня по всей стране после моего исчезновения. Теперь ты понимаешь, страшнее всего для меня было узнать, что Херман не тот человек, за которого я его принимала. Нет! 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 Я не знаю, что и думать, Сантьяго. Не знаю, как давно хранит Херман наши семейные фотографии. Я спрашиваю себя, что ещё у него может быть. Ко мне приходила Луиса Елена. Она рассказала мне, кто такой Херман на самом деле. И что она тебе сказала? Она рассказала мне о Хермане, которого ни ты, ни я не знаем. Это человек, помешанный на нефти. Эта страсть гораздо сильнее, чем жажда денег и власти. Это своего рода болезнь. Ещё она сказала, что Херман погубит тебя. Луиса Елена ненавидит Хермана? Это правда, но Херман и в самом деле погубит тебя. Он уже начал это делать. С чего ты это взял? Он прекрасно знал, что я не привозил тебя в сумасшедший дом, но не сделал ничего, чтобы остановить тебя. Наоборот, он дал тебе оружие против меня. И кончилось это тем, что ты отняла у меня мою землю. Нет, Сантьяго. Я сделала это ослеплённое жаждой мести. Меня никто не заставлял. Я не хочу сваливать вину на кого-то другого. Но одна, Марлена, ты бы не смогла этого сделать. Если бы Херман и в самом деле любил тебя, он бы не допустил, чтобы ты сделала то, что тебе не свойственно. Марлена, которую я знал, не пошла бы на такое. Нет, я не могу с этим смириться. Не могу поверить, что Херман способен на такое. С тех пор, как я нашла эти фотографии, мне на ум стали приходить страшные мысли. И я просто в ужасе. Я не знаю, что делать. Какие мысли? О чём ты? Нет. Я даже сказать об этом боюсь. Ты же говорила, что доверяешь мне. Это касается смерти Андреса. Кто-то убивает моего брата, и в этот же день Херман уезжает. Под предлогом визита к врачу в Каракасе, да? Да. Всё довольно логично. Но я продолжала размышлять об этом, и на минуту подумала... Нет. Нет. Скажи, скажи, что ты подумала? Я подумала... Что Херман может иметь какое-то отношение к смерти моей семьи. Это может показаться безумием, Сантьяго, но... Подумай сам. Оказывается, что Андрес жив. Мой брат единственный человек, который может рассказать мне, что уже случилось той ночью. И тогда его убивают. И в этот же день Херман уезжает в Каракас. Это же просто безумие. Господи. Подожди, Марлен. Подожди, успокойся. Я прекрасно тебя понимаю. Херман всё делает, ничего не объясняя. И тебе ничего не остаётся, как делать свои собственные выводы. Ты просто не представляешь, какой ужас наводят на меня эти мысли. Если я права, и Херман способен на такое, каким же чудовищем надо быть... каким надо быть... двуличным. Херман? Херман, это я, Катя. Как ты себя чувствуешь? Херман? Хорошо. Что с тобой? Тебя не спится? Что с тобой, Херман? Я чувствую себя таким одиноким. Моя жизнь кончена. Ты должен быть сильным. Ты должен бороться. Ты не должен сдаваться. Не могу. Это сильнее меня. Можешь. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Мы столько всего натворили. И хорошего, и плохого. Мы причинили друг другу много зла. Да и другие тоже всё время хотят поссорить нас. А мы всё время попадались на их удочку. Я ждала от тебя ребёнка. Я знаю. А знаешь, почему это с нами случилось? Потому что не всегда мы говорили друг другу правду, Марлен. Я с самого начала солгал тебе о своём происхождении. И видишь, как далеко всё это зашло. Я стала считать тебя своим врагом. Это не так. Просто мы должны посмотреть правде в глаза. Ты унаследовал одну часть месторождения, я другую. Всё сводится к этим нефтеносным землям. А теперь я лишился своей доли. И ты не являешься в полной мере хозяйкой своей. Нам пришлось заплатить очень высокую цену. Это так. Мы оба пошли на поводу у самолюбия. И превратили большую любовь в ненависть. Я сожалею об этом. Очень сожалею. Знаешь, Марлена, мне наплевать, что я лишился этой земли. Честное слово. Моим худшим наказанием было то, что я потерял тебя. Для меня это тоже было наказанием. Потому что я по-прежнему люблю тебя, Сантьяго. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя. Прости меня. Прости. Нас все считали врагами. Пусть и дальше считают. Но мы разгадаем их игру и выиграем. Ты понимаешь меня? Да. Мы будем играть вместе, Марлена. Но об этом никто не должен знать. Привет, Херман. Как дела? Хорошо. Катя, я хотел попросить тебя прощения за те неприятные минуты, которые доставил тебя. Перестань. Мы уже говорили об этом. Нет, Катя. Я чувствую, что злоупотребил твоей добротой и доверием. Я допустил слабость, которую не мог и не должен был себе позволять. Но почему? Ты такой же человек, как и я. Это случается со всеми. Поверь мне. Катя, я не знаю, что ты думаешь обо всем происшедшем. Но хочу тебе сказать, что для меня самое дорогое на свете – это Марлена. Я люблю ее всей душой. Лишившись ее, я лишусь самого главного в жизни. Не понимаю, откуда у тебя такие мысли. Она ведь твоя жена и любит тебя. Не знаю. Я очень боюсь, что она оттолкнет меня. Боюсь, что она бросит меня, если узнает, что со мной творится. Честно говоря, я так не думаю. Я очень хорошо знаю Марлену, и, по-моему, тебе надо откровенно с ней поговорить. Поговорить и увидеть в ней не только жену, но и большого друга, каким она может быть. Не сомневаюсь, что если Марлена на самом деле тебя любит, она поймет тебя так же, как я. Я бы предпочел, чтобы она не знала об этом. По крайней мере, пока. Прошу тебя, Катя, забудь обо всем, что я тебе рассказал. Это твоя жизнь. Но если тебе понадобится помощь, ты можешь обратиться ко мне. Я прошу тебя. Ну что, едем в Соломон? Да. Спасибо, Катя. Я всегда говорил, что ты чудесная женщина. Патрисио? Патрисио? Слушаю, сеньор. Возьми вещи, сеньорита. Мы уезжаем в Соломон. Хорошо, сеньор. Я сделаю один звонок и выезжаем. А я сейчас вернусь. Господи, почему он так волнует меня? Как это исчезло? Не может этого быть? Что произошло с Миссалиной? Не знаю, Соломон. Она была последней, кто видел Андреса перед смертью. Я пришел сообщить о случившемся, нашел ее бессознание, а когда она очнулась, то не смогла вспомнить ни кто она, ни кто я. Боже мой, ну куда она пошла? Не знаю, капитан Леон нашел ее в лесу, за домом дьявола. Как она могла так далеко уйти? Не знаю. К тому же, по словам капитана Леона, она была не одна, а с каким-то таинственным пожилым знакомцем. Солвенция, можно задать вам один вопрос? Конечно. Мой отец может быть жив? Конечно, нет, сынок. Откуда такие мысли? По словам капитана Леона, Миссалина сказала ему, что этого таинственного пожилого незнакомца зовут Фульгенсио Круз. Мне знаком этот взгляд. Почему ты не возвращаешься к родным? Как раз об этом я сейчас и думала. Но я знаю, там меня не ждет ничего хорошего. Это верно. А я сейчас читал Шекспира. Ты знаешь, кто это такой? Нет. Это неважно. Так вот, у него есть одно из речений, которое подводит итог всему. Чему всему? Жизни. Послушай. Жизнь – это история, рассказанная идиотом, полная суматохи и злобой. А мы ее персонажи, да? Так? И мы не знаем, что с нами будет. Поэтому мы должны быть готовы ко всему и действовать в зависимости от обстоятельств. Вы такой странный. Вы говорите как поэт и ненавидите ожидание мести. Ну, все, хватит. Уходи, уходи. Но прошу тебя, не говори никому, что ты видел меня и знаешь, где я живу. Я доверяю тебе, маленькая Мессалина. И слегка я отплачу за все. Я умею так же сильно любить, как и ненавидеть. Нет, это какое-то безумие. Меня очень беспокоит Мессалина. Она ошибается. А я тоже сначала так подумал. Но к этому прибавляется еще то обстоятельство, что в могиле моего отца одни лишь камни. Что ты сказал? Я убедился в этом вчера. Ну, как такое могло случиться? Сам не знаю. Могилу размыло дождем, и я видел это собственными глазами. В гробу одни камни. Их и похоронили вместо отца. Сантьяго, но ведь ты был с отцом, когда он умирал. Да, Сантьяго, я был с ним. Но он захотел, чтобы я убежал и спас свою жизнь. Меня вывезли за границу. Я не видел, как он умер. Когда мы виделись в последний раз, он был еще жив. Нет, этого не может быть. У меня все это просто в голове не укладывается. Сантьяго, но в резнице должно храниться его свидетельство о смерти. Я все выясню. Распрошу отца Сервилья, но прошу вас, Салвенция, никому ни слова об этом. Сынок, ты впрямь считаешь, что твой отец может быть жив? Не знаю. Но ведь не зря Фульхенсио Круса звали. Дьяволом. Королева сердец. Ты сказала дерево? Посадить дерево? Честно говоря, я уже стара для таких дел. Ерунда. Вовсе нет. Вашей энергии на пятерых хватит. Ты мне льстишь. Хватит разговоров. Несите лопаты, пока это дерево через крышу не проросло. Какого же размера? Это дерево. Испугались? Маленькое. Нет, детка, ты и правда много сумасшедшая. Вы так думаете? Только не говорите об этом никому. Да что о тебе подумают? Это же шутка. Ты что, с ума сошел? Как ты мог освободить Адилу? Кто тебе дал разрешение на подобную глупость? Мне не нужно ничьё разрешение. Я исполняю обязанности мэра. Исполнял. Потому что после подобной глупости... Вообще, что ты о себе возомнил? Значит, уже не исполняю. Поскольку ты уже в состоянии заниматься делами, я увольняюсь. Так-то, папа. Не, сопляк, у меня никто не увольняется. Я просто выгоняю тебя. Выгоняю? Но сначала ты скажешь, что тебе известно о Хульете. Мне позвонили из Каракаса и сказали, что она ушла оттуда, где была. А ещё я знаю, что она тебе пишет. Это правда? Да, правда. Но в письмах Хульетта не говорит мне, где она. Я тебе не верю. Покажи мне письма. Ни за что. Эти письма написаны мне. Тебе что-то известно. Мне известно только то, что Хульетта пишет мне. Но она не говорит, где она. Ну и дурак же я. Ты стал вести себя, как и положено сыну. И я поверил тебе. А ты, оказывается, ждал удобного случая. Это не так. Ты мой отец и прекрасно знаешь, что можешь на меня рассчитывать. Но сын тоже имеет право на уважение со стороны отца. Ты не будешь обращаться со мной так, как ты обращался с Хульеттой. В этом можешь быть уверен. Как вкусно пахнет. Тебе нравится? Да. Надеюсь, что на вкус оно будет не хуже. Если ты научишься хорошо готовить, ты очень быстро сможешь найти себе мужа. Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Да. А откуда ты знаешь? Я сама этого не знаю. Просто слышала. Но, наверное, это правда. Перед вкусной пищей никто не устоит. Я не собираюсь никого искать. Мне не нужен никто, кроме Федерико. Я не смогу полюбить другого мужчину. Никогда не зарекайся. Кто знает, что может произойти в будущем. Ты ведь этого не знаешь. Я не хочу и не могу любить другого мужчину. Мой разум, моя душа, мое сердце. И все, что у меня есть, принадлежит ему. Пусть мы совершили ужасный грех, но я ношу в себе его ребенка. Я хочу только одного. Чтобы когда-нибудь они увидели друг друга. Я очень этого хочу. Как бы мне хотелось найти для тебя нужные слова. Но я молю Бога только об одном. Чтобы ты встретила человека, который бы заставил тебя изменить свое мнение. Дай Бог, чтобы это произошло. До рождения ребенка. А чем плохи авокадо? Мне они ужасно нравятся. Не знаю, но предупреждаю, тебе придется лет 20 ждать, пока на этом кустике появятся первые плоды. Добрый день. Здравствуйте. Привет, Гандика. Как дела? Да вот хочу спросить, есть ли у вас разрешение муниципальных властей на ведение работ на общественном газоне? Что-что? Разрешение, чтобы посадить маленькое деревье? Господи, мы же не вырубку деревьев производим. Значит, у вас его нет. Тогда я вынужден довести до вашего сведения, что вы не имеете права рыть на площади эту яму. Послушай, у тебя что, других дел нет? Ты что, не понимаешь, что мы просто дерево сажаем? Просто деревце. Чего не удосужились делать не ты, не твой мэр. Хотя и живете за счет местных жителей. К тому же, это площадь общая. Да, конечно, площадь общая. Общая площадь. Послушайте, девушка, не будоражьте народ, вам только хуже будет. Гандика, она всего-навсего хочет посадить дерево. Нет, сеньор, для этого необходимо разрешение, а у нее его нет. Так что я не позволю вам ничего сажать в Соломоне-даль-Посса. Ладно, я посажу его в Соломон-даль-Кануко. Идите сюда. Пошли. Тоже мне проблема. Одну минуточку, сеньорита. Я запрещаю вам, роете яму по другую сторону черты. Никаких по другую сторону черты. Понятно? По эту сторону черты правит порядок. Это у вас там никакого порядка нет. Ты еще будешь выступать, Гандика? Не выходи за рамки. Эй, послушайте, вы с ума сошли? Вы что делаете? А вы не видите? Вы совсем с ума сошли. Я хочу уничтожить эту пресловутую границу Соломона. Соломон – это единое целое. Заберите ее! Куда вы ее забираете? Вы же сами ее спровоцировали. Не вмешивайся, парень, только хуже сделаешь. Даяна! Даяна! Не беспокойся, я вызволю тебя оттуда, хорошо? Сегодня же не беспокойся. Говорю же тебе, все сгорело. Сгорели все документы за этот период, почти весь архив. Быть может, свидетельство о смерти моего отца уцелело? Господи, ты же видишь, мы не нашли ни одного документа, ни за этот период, ни за более поздний. И потом, скажи, что ты хочешь доказать этим свидетельством о смерти? Объясни мне. Отец Серуэль, я хочу убедиться в том, что мой отец умер. Что кто-либо освидетельствовал его тело после смерти. Вот что, сынок, по-моему, ты просто одержим этой идеей. Если и в самом деле в гробу, где должен был лежать твой отец, были лишь камни, то только потому, что кто-то не хотел допустить надругательства над его телом. Вот и все. Все очень просто, Сантьяго. Все это очень логично, падра. Но тогда мать сказала бы мне, где похоронен мой отец. Но если бы твой отец был жив, думаю, твоя мать тоже сказала бы тебе об этом. Возможно, вы правы. Быть может, я иду по неверному следу, и сначала мне надо найти Миссалину. В конце концов, это она сказала, что человек, который был с ней, зовут Фульхинсио Круз. Да, конечно, это необходимо выяснить. Я так и сделаю. Я выясню все. Этому должно быть какое-то объяснение. По-твоему, справедливо сажать девочку в тюрьму только за то, что она хотела? Посадить деревце. По мне, сейчас хоть папу Римского пусть сажают в тюрьму. Я слишком переживаю за исчезновение Миссалины, чтобы ломать себе голову из-за этой черты. Меня это не волнует. Мне это все уже надоело. И не приставайте ко мне. Куда ты, дорогая? В бар, подышать воздухом, посмотреть на людей, потому что я уже сыта по горло. Миссалина. Вот что я сделаю с твоей свадьбой. Я хочу, чтобы были уничтожены все установки Сантьяго Пороса. Сейчас же все до одной. Они должны быть разрушены, и ни одна скважина не должна начать работать. Я хочу, чтобы он немедленно попросил у меня прощения. Немедленно. Господи. Как я могла до такого докатиться? Почему Херман не остановил меня? Почему на это должна быть какая-то причина? Я не хочу, чтобы вы ходили за мной по пятам. Понятно? Оставьте меня в покое. Вам ясно? Или нет? Надо отвезти ее в Каракас и показать врачу. Но все, хватит. Я не хочу, чтобы вы переживали из-за меня. Я не знаю, что мне делать, я не могу ничего вспомнить. Не осложняйте мое положение. Я хочу, чтобы вам было проще. Я не знаю, как мне вспомнить все. Поймите. Не знаю. Дочка, дорогая. Все, хватит. Оставьте ее в покое. Я отведу ее в комнату. Хорошо, дорогая. Там ты приляжешь и отдохнешь. По-моему, так будет лучше всего. Тебе никто не будет мешать. Ты сможешь успокоиться. Все пройдет. Не волнуйся. Ты в кругу своей семьи. Мы твои родные. Посмотри на нас хорошенько. Мы твои родные. Послушай меня внимательно. Пусть ты потеряла память. И тебе сейчас не по себе. Мы будем рядом, чтобы ухаживать за тобой и оберегать тебя. Хватит. Я отведу ее в комнату. Ладно? Хорошо, дорогая. Как мне тяжело видеть мою девочку в таком состоянии. Успокойся, дорогая. Успокойся, она поправится. Главное, она нашлась. Не волнуйся. Надо скорее сообщить ее мужу. Нет. Не надо никому ничего сообщать. Никто не должен знать, что мисс Алина нашлась. Никто. Но муж-то должен знать. Никто не должен об этом знать. А тем более он. Ей будет спокойнее здесь, среди родных. Ты представляешь, каково ей будет с ним? Он не должен ничего знать. Иду, иду. Марлена, господи, что с тобой? Сантьяго, ты был прав. Марлена. Марлена. Все это время я только и делала, что возвращалась к нашему разговору. Я пришла к выводу, что мне уже все равно. Я готова на все ради своего счастья. Только бы стать счастливой. Любимый, давай откажем тебя от всего. Забудем обо всем и уедем из Соломона. Сантьяго, я готова на все. Только бы быть рядом с тобой. Сантьяго. Я откажусь от всего. Ты правда ничего не помнишь? Совсем ничего? Даже то, как ты злилась, когда я пользовалась твоей косметикой? Или когда надевала твои туфли? Нет. Извини, но я ничего не помню. Сейчас проверим, правда это или нет. Ты помнишь, как ты ругалась, когда я искала все это? Я взяла твою косметику и спрятала. А теперь пользуюсь ею. Смотри, как я крашусь твоей любимой помадой. Видишь? У тебя нет желания мне голову оторвать? А теперь смотри, что я делаю с твоей пудреницей. Ну давай, кричи на меня. Бегай за мной по всей комнате, пока не сматишь меня и не оттаскаешь за волосы. Сделай это, Металлина. Прошу тебя. Скажи, что помнишь это. Прошу тебя. Извини, но мне все равно. Я не чувствую эти вещи своими. Да, сестра. Твое дело и впрямь плохо. Хуже некуда. Это ужасно. Не надо, девочка, не беспокойся. Все будет хорошо. Вот увидишь. Ну, надо же. Просто не верится. Успокойся, дорогая. Это временное явление. Вот увидишь. Ты видел ее глаза. Ничто не задержало ее взгляд. Она даже не узнала меня. Свою мать. Это уж слишком. Не расстраивайся. Мы так ничего не добьемся. Не расстраивайся. Но я не могу видеть ее в таком состоянии. Как будто мы ей никто. И ничего для нее не значим. Успокойся, дорогая. Вот увидишь. Это временное явление. Я видел подобные случаи, когда люди внезапно теряют память и даже слепнут. А потом это проходит. Ты должна верить. Ты должна помочь ей. Не плачь, прошу тебя. Я никак не могу понять, за что ей такое. За что кто-то взял и избил ее. За что это все? Я продаю земли только для того, чтобы помочь Сантьяго и Миссалине. В чем дело, Хувинал? Есть что-то, чего я не знаю? Нет, нет. Я по лицу вижу. Ты сказал мне не все. Нет, нет. Конечно, я все тебе сказал. На нее напали, ударили по голове, чтобы она ничего не вспомнила. Вот и все. Хотел бы я увидеть лицо этого типа, кто бы это ни был. Дай мне его увидеть, Господи. Значит, она нашлась, Гандика. Можешь мне поверить, Матуте. И она правда не в себе? Похоже, с головой у нее не все в порядке. Она увидела Капрала Михареса, Матуте. И мало того, что она не узнала его, она еще и спросила, как ей пройти домой, потому что не помнит этого. Все это странно. Очень странно. Вот что, иди-ка к ней в дом и узнай поточнее, в чем дело. А то вдруг это чьи-то россказни. Пойди. Мне так не хватало тебя, Марлена. Ты даже не представляешь, как ты нужна мне. Давай уедем из Соломона. Давай забудем обо всем. Нет, нам нельзя отступать, особенно теперь, когда мы вместе. Тем более, умоляю тебя, за всем этим стоят какие-то темные силы. С тех пор, как мы приехали в Соломон, чего только не предпринимали против нас с тобой. Это потому, что мы были застегнуты врасплох. Но теперь все по-другому. Нет, Сантьяго. Здесь ведется игра, которую нам не разгадать. И если мы не уедем, нам обоим конец. Нет, Марлен, нам никто ничего не сделает. Мы с тобой созданы друг для друга. Это испытание, посланное нам с тобой, и мы не отступим. Любовь моя. Нам не дадут быть вместе. Никому больше не разлучит нас, потому что никто не узнает, что мы с тобой заодно. Неужели мы до конца жизни будем сожалеть о том, что сдались без борьбы? Мы мало что можем сделать, Сантьяго. Это не так. Они хотят видеть нас врагами. Значит, мы будем в их глазах врагами. Ты по-прежнему будешь женщиной, которая рвется к власти, а я человеком, которому нужна нефть. И мы будем готовы в один прекрасный день смешать все карты наших врагов. А если у нас не получится? Если мы станем жертвами своей же игры? Нет, у нас все получится. Потому что мы любим друг друга. Мы созданы друг для друга, Марлена. Ничто, ничто не может помешать нашей любви. Не говори ничего. Я просил тебя не говорить мне ничего. Не втягивать меня во все это. Да, да, я знаю. Нефть сделала меня богатым. Но она же и лишила меня всего, в том числе и жизни. И вот после двадцати с лишним лет ты пришел поговорить со мной о моих детях. И я уже знаю, что они здесь, в Соломоне. Ну и что из этого? Ты не можешь больше прятаться, Фульхенсио. Настал час рассказать всем правду. Фильм озвучен телекомпанией НТВ-плюс по заказу телесети ТНТ. Режиссер Наталья Пилнова. Звукорежиссер Сергей Панов. Перевод Татьяны Манаенковой. Текст читали Любовь Германова, Александр Дик и Александр Белый. Любовь Германова, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова